Сегодня самые высокие показатели инфицированных коронавирусом зафиксировали в Европе. Во Франции и Великобритании за сутки свыше 16 тысяч человек. В целом в мире цифры тоже тревожные. С начала пандемии число превысило 32 миллиона. В Нью-Йорке назревает скандал, связанный с вакциной от коронавируса. Процесс по утверждению прививки в США переходит в сферу политики. На кону здоровье американцев и предвыборные амбиции Дональда Трампа. Руководство штата решило придерживаться собственной оценки относительно утверждения вакцины от COVID-19. Из-за этого предвыборные планы Трампа могут рухнуть. Глава Белого дома неоднократно заявлял, что вакцина должна быть готова к применению в преддверии президентских выборов до 3 ноября. Мне надо иметь возможность честно сказать жителям Нью-Йорка, что использовать ее безопасно. Я хочу быть в этом полностью уверен. Тем временем, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии превысило 32 миллиона. ВОЗ заявили, что стремительно растет риск того, что заболеваемость и смертность от COVID-19 вернутся к пиковым показателям весны. Так, после Европы Россия установила максимальный суточный прирост. Московские власти рассматривают возможность возвращения к карантинным мерам для пожилых людей. Многие организации, возможно, перейдут на удаленку. Кстати, на другом континенте, в Бразилии, решено перенести главный карнавал в Рио. Причина – количество зараженных. Их 4 миллиона 600 тысяч человек. Науке пока неизвестно, появятся ли вакцины от коронавируса до февраля. Карнавал переносится на другой срок. У школ не будет времени и финансовых возможностей подготовиться к февралю. Ученые изучили опыт выхода из карантина девяти стран. Это развитые государства – Гонконг, Япония, Новая Зеландия, Германия и другие. И призвали правительство учитывать пять ключевых факторов в стратегиях ослабления ограничений. Необходимо владеть точной информацией о распространении инфекции, участии населения, состоянии здоровья, потенциал системы здравоохранения и меры пограничного контроля. Это может помочь многим государствам. Наталья Раим, Информбюро.